Специальное лицо, к которому делегированы государством функции, связанные с урегулированием конфликтов между кредиторами и должником. Бесплатный труд в России у нас запрещен по Конституции. Что быть в ситуации, когда нет имущества у должника? В этом случае невозможно оплатить расходы, связанные с проведением процедур банкротства. Объективно, такие банкротства возникают, и они не маленькие. Вознаграждение финансово-управляющему 25 тысяч рублей, оно было увеличено с 10 до 25 тысяч, именно из-за того, что большой объем работы и длительные строгие рассмотрения. Поэтому и налоговым органам рекомендуется, сверху поступают разъяснения от Федеральной налоговой службы, если у налогоплательщика-должника нет имущества, на которое можно обращать взыскание, нецелесообразно подавать заявление, связанное с банкротством этого субъекта. Поэтому, как решается эта проблема в корне? Она решается за счет дифференцированных подходов к разным налогоплательщикам и к разным должникам-гражданам. Граждане-должники, которые не имеют наимущество, должны либо проходить по упрощенной системе рассмотрения экспоров. У нас есть в законе о банкротстве упрощенная процедура банкротства. И, кроме того, здесь нужно выделять специальное финансирование в рамках государственных программ оказания правовой помощи. Ведь получают у нас адвокаты такое финансирование с определенными задержками, но тем не менее получают. Почему? Потому что это признак правового государства. Если такую правовую помощь не предоставлять специальным защитникам, то у нас гораздо хуже в России, в государстве будет ситуация с законом и порядком. То, что касается института банкротства, это новый институт. Практика по нему только-только начинает собираться. И здесь очень много, опять же, спекулятивных моментов. Спекулятивные – это слово антинаучных моментов, Сергей Дмитриевич. Есть последовательная логика, есть конституция. На практике возникает многочисленное наслоение, которые просто оторваны от фундамента. Они повисли в воздухе, ни на что не опираются. Вот вы схода заметили это противоречие. Здорово! То есть это означает, что вы подходите с позиции анализа, замечательно, продолжаете так. И таких противоречий мы с вами соберем в период обучения достаточно. Это тоже хороший повод для раздумий, потому что такие проблемные точки начинают обсуждаться на круглых столах. Они на конференциях судей поднимаются, в сообществе, в союзе юристов, в адвокатском сообществе также. И вы знаете, что я заметил? Иногда выходят люди, которые далеки от практики. И опять получается ситуация законотворчества очень локального, некомпетентного. Но в целом тенденция такая, что происходит, несмотря на вот это хаотичное движение, в целом тренд складывается положительный. Если посмотреть на другие сферы, больше здравого смысла. То есть можно говорить и о том, что необходимо, например, приводить в соответствие решения общих судов, районных судов, в соответствии с арбитражными судами, для граждан банкротов. Необходимо также решить вопрос с полным освобождением.